Мы можем представить, что у нас, например, реальные фотографии вообще никак не размечены, просто у нас есть множество фотографий каких-то, и при этом у нас есть только размеченные синтетические данные, и мы будем смотреть, как хорошо мы работаем на реальных фотографиях. В общем, можно подойти вот прям вообще в лоб, взять UNet, обучить на синтетических данных из GTA, и запустить inference на датасете CityScapes и посмотреть, какое качество получается. Вот здесь в примере классифицировалась только дорога, и, в общем, видно, что получается не так плохо, но хотелось бы лучше. То есть это модель, которая обучалась только на GTA, а в Acurus везде показан на CityScapes. То есть, короче, то, что обучалось на CityScapes, как ни странно, на CityScapes работает лучше. Но нам хочется, чтобы вот эта модель тоже была близка к этой. Вот. И, в общем, для этого используется раздоменная адаптация. Давайте мы сейчас сделаем формальную постановку задачи. У нас есть какое-то пространство фичей X, на котором задано распределение вероятностей какое-то p от X, и наш домен определяется этим пространством фичей и распределением вероятностей на этом пространстве фичей. Мы хотим научиться предсказывать какую-то целевую функцию. И в случае задачи семантической сегментации мы хотим научиться предсказывать маску для всего изображения. какое-то. Вот. И, в общем, когда мы решаем задачу домена адаптации, у нас есть целых два домена, у которых в простом случае одинаковые пространства фичей, но немного разные функции распределения вероятности, и мы хотим как-то научиться их адаптировать. Вот. Есть разные подходы к этому. Это не глубокие. Глубокие. Глубокие в основном проганы. Я более подробно буду рассказывать про глубокие. Но давайте начнем с первых самых простых методов. Назваем файн-тюнинг моделей. Вот. Это самый первый достаточно широко используемый метод, когда мы берем какую-то большую тяжелую сеть, обученную на большом датасете, например, классификационную сеть, обученную на иммажнете, и мы хотим ее адаптировать под наш небольшой датасет. В общем, это можно сделать двумя способами основными. Первое — это мы можем просто выкинуть последний, последний, получается, полносвязный слой и использовать нашу большую тяжелую сеть как просто экстрактор фичей для наших исходных картинок. И потом на этих фичах мы уже можем обучить какую-нибудь линейную модель, которая будет использовать фичи и уже предсказывать лейблы для картинок из нашего целевого датасета. Ну и второй подход, более общий, это когда мы просто замораживаем какие-то веса модели, обычно, которые вначале идут, и просто дообучаем ее в антюнинг. Ну и общая идея, почему это работает, потому что наша большая нейронная сеть, она хорошо учится выделять какие-то универсальные фичи на изображениях, и поэтому несложно эти фичи адаптировать под другие домены как-то. Это очень часто применяется на Kaggle. Там берут большие модели, которые неделями обучаются на видюхах и быстро дообучают их под конкретный класс. Есть еще один такой метод, он такой, наверное, очень редко используется. Это когда мы берем, у нас два домена, мы берем две одинаковые сети и просто предполагаем, что у нас домены похожи, скорее всего, веса у них будут тоже примерно одинаковые, и мы просто вытемпляем ограничение, что веса в соответствующих слоях у нас не сильно отличаются. Вот просто такой лос добавляем. Ну, в общем, вообще это очень редкая штука, на самом деле. Давайте перейдем к более интересным моделям доменной аббутации с ганами. Все эти модели пытаются брать наш исходный синтетический датасет, например, и как-то преобразовывать картинки из него так, чтобы они были больше похожи на наш целевой датасет. И первая интересная модель, которая появилась в 2016 году, там решалась задача определения направления взгляда по картинке. И особенность была в том, что у нас было реальных фотографий глаз, они были вообще не размещены, просто были фотографии, и все, больше никаких данных о них нет. И кроме этого было много синтетических картинок. Люди просто взяли, сделали 3D-модель глаза, там поворачивали зрачком в разные стороны и нарендерили много картинок. Получился большой синтетический датасет. И идея симгана в том, что у нас обучается ган, который состоит из рефайнера и дискриминатора. У нас рефайнер, он учится преобразовывать наши синтетические картинки в реальные. То есть придавать им большую фотореалистичность. Получается, мы обучаем как обычную ган-модель. У нас у рефайнера лосс будет состоять из двух частей. Здесь показано это на формуле. Первая часть — это обычный лосс. Он соперничает с дискриминатором. То есть у нас дискриминатор — это нейронка, которая учится отличать наши реальные фотографии от преобразованных фотографий. Просто классификатор. И рефайнер учится обманывать этот классификатор. Вот эта первая часть отвечает за то, что наш рефайнер пытается как можно лучше обмануть наш дискриминатор, чтобы преобразованные картинки были как можно более фотореалистичными. Но при этом есть еще один важный момент. Мы хотим, чтобы в идеале наш рефайнер не сильно менял аннотацию картинки. Аннотация — это то, что мы будем дальше пытаться предсказывать. То есть в данном случае это направление взгляда. Если у нас рефайнер будет как-то рандомно поворачивать зрачок, то у нас получится плохой дезасет, на котором мы ничему не научимся. Вот. Поэтому добавляется еще одна компонента лосса. Такая очень простая. То есть это просто попиксельная разница преобразованного изображения и не преобразованного. Вот. И она вроде очень простая, но она все равно позволяет как-то чуть лучше сохранять аннотацию. Вот. Вот тут представлены результаты обучения. То есть у нас вот эти нижние графики, это когда мы обучаемся просто на синтетических картинках. Вот. А потом мы вот взяли, обучили наш симган, используя, как я уже говорил, просто набор реальных фотографий, вообще никак не размеченных. Вот. И у нас вот прям существенно вырос score. Это круто. Вот. Еще одна очень интересная и достаточно универсальная модель для доменной адаптации, тоже на основе ганов, это вот циклоган. Он появился в 2017 году. Это модель, которая обучается на двух множествах изображений каких-то, и она учится преобразовывать изображения с одного множества в другое. Вот в статье был пример с тем, как мы берем множество… У нас были там множество фотографий лошадей, множество фотографий зебр, и вот модель очень хорошо научилась брать произвольную фотографию с лошадьми и перекрашивать их в зебр и обратно. Вот. И работает эта штука примерно так. У нас есть два домена, X и Y, например, X — это лошади, Y — зебры. И мы обучаем сразу два гана. То есть у нас два дискриминатора, каждая из которых учится различать соответствующий домен, и два генератора, которые первые учатся преобразовывать лошадей в зебр, а другой — зебра в лошадей. И тут у нас вот такие у нас лосы получаются. Во-первых, есть обычный гановский лос, когда наш, например, генератор, который преобразует лошадей в зебр, он пытается обманывать дискриминатора, который умеет говорить, находятся ли на картинке лошади. Нет, зебра наоборот. То есть мы преобразуем лошадей в зебр и хотим, чтобы получившиеся преобразованные зебры были как можно больше похожи на лошадей. То же самое наоборот. И вот одна очень важная особенность этой статьи была как раз таки в том, что они пытались сохранить аннотацию картинки путем добавления циклического лоса. То есть мы требуем, чтобы после последовательного применения двух генераторов, то есть если мы берем произвольную картинку с лошадьми, применяем генератор, получаем картинку зебрами, и потом еще раз применяем другой генератор, получаем картинку снова с лошадьми, мы хотим, чтобы они не очень сильно отличались. Это аналог того лоса просто с попиксельной разниц картинок из симгана, просто чуть более продвинутый. Вот этот циклический лос, он, в общем, позволяет лучше сохранять аннотацию. Тут на слайде представлены полные формулы лоса, которым мы обучаем наш циклоган. Два гановских лоса и циклический. Вот тут на слайде представлен пример обучения циклогана на множестве картинок из… У нас было множество картинок из GTA, множество картинок из CITISCAPES, и вот обучался этот циклоган. И, как видно, он достаточно хорошо переносит большие объекты на картинке. Вот дорога вообще классно передалась. Но более маленькие объекты, такие как машины, они портятся сильно. Деревья тоже плохо переносятся. Но при этом интересная особенность в том, что наш циклический лос, он все равно сохраняется. То есть если мы преобразуем вот эту сгенерированную картинку с помощью другого генератора, преобразуем обратно в картинку из GTA, то у нас получится вот прям то же самое. То есть наш ган научился сохранять аннотацию, но не совсем в нужном нам виде. Как-то криво сохраняет и некрасиво получается. Поэтому нужны какие-то другие еще ухищрения. И для этого придумали еще один ган, основанный на циклогане тоже, под названием цикада. Там вот именно делается упор на то, что мы решаем задачу семантической сегментации, и мы добавляем… В общем, там просто добавили дополнительный так называемый task loss. Это когда мы требуем, чтобы у преобразованной картинки не менялась маска сегментации. Вот он классно работает, короче. У них получаются такие формулы с лоссами. И он показывает достаточно хорошее улучшение по качеству по сравнению с использованием только исходных изображений. И еще одна интересная работа на эту тему была про то, что там обучали нейронку, которая оценивает положение руки по фотографии. И там тоже хотели использовать синтетические данные. И вот как видно на слайде, циклоган плохо справляется с задачей улучшения фотореалистичности данных и вот сильно портит нам аннотацию картинки. И тут тоже решили эту проблему, просто добавив дополнительный лосс для гана, который просто требует сохранения тоже сегментационной маски. То есть просто чтобы форма руки на фоне у нас сохранялась. С таким небольшим изменением оно уже очень хорошо работает. Вот здесь на слайде тоже показано, как у нас увеличивается скор. Вот самая нижняя голубая линия — это когда мы обучались только на синтетических данных. потом, вот, кстати, хорошо заметно, что вообще для доменной адаптации могут помочь и более простые методы, такие как сильная агументация данных при обучении. Вот здесь хорошо заметно, когда просто добавили агументацию по цвету, и вот прям очень выросло качество, очень хорошо. Потом, вот сверху эти две линии тоже с преобразованными синтетическими изображениями. Вот они позволяют немного повысить качество относительно просто сильной агументации по цвету. Вот. Ну все, собственно, у меня все. Про доменную адаптацию. Спасибо за внимание. Спасибо, Владислав. Ну, в общем, переведем к вопросам. Поднимайте свои руки, только, пожалуйста, повыше. Спасибо за доклад. Очень круто. Классные штуки. Сразу вопрос, а можно ли сделать с этим игру? То есть если взять GTA, да, и перевести ее полностью в фотореалистичную графику. Ну, как, что там по времени, преобразованию и прочее, прочее. А, ну, в реал тайме это, скорее всего, не получится делать? Когда-нибудь. Ну, сейчас, наверное, нет. Ну, в общем, это, скорее всего, я не помню точно сколько, ну, короче, inference у этих, ну, получается, у нас вот модель, которая преобразует, которая обучается вот в рамках этого ГАНа и учится вот преобразовывать нашу картинку. Это у нас получается полносверточная нейронная сеть, и, в общем, они обычно достаточно тяжелые, и в реал тайме, скорее всего, не получится сделать. Можно там видос отрендерить, например, будет интересно. А, извините, мне не слышно. А все-таки вы, может быть, замеряли сколько миллисекунд на один сампл? Я совсем не помню. Ну, 1080, допустим, с постоянностью железа. Порядок хотя бы. Ну, то есть сколько кадров в секунду можно получить? Ну, я бы сказал, там, ну, не больше, там, не больше пяти кадров, ну, то есть медленно очень, наверное. Ну, там можно же, на самом деле, ну, сильно оптимизировать сетку, то есть это, ну, вообще, вот, по дефолту там используются сетки, которые вообще там не предполагаются, не предполагаются, у которых работа в реал тайме, там можно что-нибудь придумать, наверное, повыкручивать там, и, там, не знаю, на порядок ускорить инференс. Может, получится так как-нибудь сделать реал тайм. Вообще-то не очень понятно, на самом деле, потому что, ну, это нам больше нужно для стадии обучения, когда мы просто получаем новый датасет. Вот мы это делаем один раз, и, ну, там не нужен реал тайм там. Ну, запасайтесь дорогим жилетом, в общем, почему бы и нет. Спасибо большое за интересный доклад. У меня вот такой вопрос. Мы, значит, работаем с медицинскими изображениями и пытаемся их генерить, чтобы в пределе заменить реальное нас генерирование, поскольку там свои проблемы, свои ограничения и так далее. Это не компьютер-вижн уже. Вот, ну и вопрос такой. Вот вы легко представите себе, скажем, рентгеновский снимок грудной клетки, да? Вот мы, например, такие тоже пытаемся генерить, и получается у нас либо локальная текстура хорошая такая, замечательная, потом мы ее тестим с помощью обычных методов типа LBP там и всяких прочих фичей, как вы говорите, вот, и они хорошо работают, а глобальная структура полностью теряется. Там такие люди перекошенные всякие, они ненастоящие получаются, либо наоборот, люди красивые и все, но локально как-то, что очень важно в диагностике, все теряется. И, ну, лобовой прием, который приходит в голову, это, так сказать, какой-то инцепшн свой изобрести, чтобы там разные масштабные уровни одновременно как-то генерились, и чтобы и глобально было похоже, локально. Вот, может быть, вы, так сказать, мне подскажете, как еще иначе можно действовать? То есть я на халяву ищу красивую идею, может быть, мы решим эту проблему как-то. Вот есть какие-то мысли на эту тему? Спасибо. Я даже не знаю. Ну, наверное, вот общую структуру можно сохранить от добавления каких-то дополнительных лоссов, вот как в примере с руками. То есть если вы умеете как-нибудь сегментировать ваши инвегеновые снимки, можно лосс сегментации добавить, например, что-нибудь такое. А может какой-то совсем другой архитектур, где там 2 гана, 3 гана, может конвейеры, что-то. Не-не-не, я не знаю. Я думаю, что такая же схема должна подойти на самом деле. Ну, пока не очень получается. Там просто это 30 может быть. Надо диагностировать. Простите, можно, да? Спасибо за доклад. Скажите, а использовали ли вы, ну, пробовали ли вы использовать для того, чтобы проверить, ну, как вы говорили, сохранение аннотации изображения, автоэнкодеры? И, ну, было ли это полезным? Или тут все решают именно те архитектуры, которые вы перечислили? Я не пробовал использовать. Понял. А это было, имело смысл или нет? Ну, просто они как бы меньше, и там не две сети одна. Извините, я себя просто тупой, но… Ну, я не знаю. Наверное, не смогу сейчас ответить. Хороший ответ такой. Попробуйте. Логично, да. Спасибо. У нас есть время для буквально одного вопроса. Еще есть вопросы? Он там где-то в конце. Добрый день. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Насколько я понял, вы использовали ГАН для того, чтобы синтетику сделать более реалистичной. Да. И при этом вы показали, что… Ну, то есть вы не хотели размечать данные реально, правильно? Да. Вы показали, что на вход вы ГАНу даете синтетическое изображение, получаете какое-то более реалистичное, при этом он переносит общие объекты, но на маленьких объектах, там машины, деревья, как вы сказали, да, есть ошибки. Насколько можно использовать вот выходное, более реалистичное изображение с граунд-трусом? Это, ну, наверное, вот основной вопрос. И, то есть, возможно, вы что-то недопоказали или я недопонял. Как вы решили эту проблему? Вот с переносом автомобилей, деревьев и так далее. Я рассказывал про… То есть, вот проблемы с переносом маленьких объектов возникают вот просто у лобового подхода с циклоганом, который вообще ничего не знает о задаче систематической сегментации. Вот. Ну, там вот есть вот две статьи, которые пытались улучшать это качество. Вот цикады, которые… Сейчас могу сказать. Вот. Цикада, она как раз про это. Что мы при обучении нашего гана добавляем дополнительный лосс с маской сегментации, и благодаря этому она лучше сохраняется, и у нас переносятся маленькие объекты. Вот. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Все, спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты.